ГОСТЬ НА МОЁМ ТВ А так все вместе, когда-то, тыгул, нефтегаз, Наденька Рагульна и Рустам Шарапов. Аплодисменты, мы все рады. Я на самом деле очень рад. Где мы были-то сейчас? Так долго, почему ехали? Ребята, я вообще сейчас сижу как будто на облаке, знаете? Мне кажется, я сейчас только что прилетела, сама еще не поняла откуда и куда. Мы живем же, у нас жизнь вообще очень бурлит. Да? Да, очень сильно все. Я, на самом деле, с Рагулиной не могу общаться спокойно. Мы живем. Это все, это облако счастья, невероятно. Я, может, пока кино посмотрю или почитаю, что люди пишут в чате. Вы знаете, у нас, конечно, вопрос, который мы сегодня обсуждаем, когда все-таки студенчество-то лучше было. Ну, или вот у них, у молодых, или у нас-то уже старых. Нет, ну, тебе легко обсуждать. Ты до сих пор еще студент, по-моему, да? Нет? Ты рассказала 10 лет или 15 лет. Ты уже сколько? 15 лет ты можешь обсуждать тогда, сейчас, потом. Ты можешь даже еще на будущее, да, запонять. Я считаю, что, конечно же, тогда. Нет, сейчас, конечно, мудрая борода скажет, что, конечно, тогда. Тогда почему? Потому что мы были молоды, и мы были студентами. Сейчас мы старые и молодые специалисты. Ну, на самом деле, мне кажется, что всегда. Просто Ручий сейчас, Пуся сейчас стоит в очереди за пенсией, поэтому там не очень весело. Ему кажется, вот тогда было веселей. Конечно. Нет, ну, тогда просто через призму молодость кажется все равно, что мы лучше, мы самые звезданутые звезды. А ты когда после я со студентами общался? Буквально на прошлой неделе проводил проект. Мы же в Пусяде, когда я из Петербурга ехал. Я говорю, не, студенты сейчас не те. Все, студенты те, конечно же. Только молодые. Не, я не согласна. Ну, я не могу же. Вы сидите тут на меня оба, конечно, я буду с вами согласна. Не, я не согласна, я считаю, что они и там, и там. Молодцы. Ура, 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 еще хоть один человек на моей стороне. Истерика случилась где-то у нас слева. Вот, у меня вопрос такой, вы чем занимаетесь сейчас? Я, честно, не знаю вообще, чем занимаетесь вы. Про тебя вообще нет какая-то тайна, покрытая браком? Наша деменская звезда, Надя, где? Неизвестно, где Надя Рагулина. Надя подалась, судя по всему, в новую экономическую зону, да? Да, да. Друзья мои, первая публичная презентация новой Нади Рагулины вот сейчас произойдет. при всем общественном. Подождите, я же последнюю пейсу дописываю уже. Пока нельзя презентации. Четвертенька из Виагры, да? И еще я третья в фабрике иногда, когда вот у них не может одна вот блондиночка, я... По корпоратам я. Почему блондиночка? Ну это моя скрытая сторона. Моя светлая сторона. Моя так светлая сторона. Давайте Рустем начнет, потому что у него как раз со студенчеством все очень связано сейчас. Нет, я сейчас на самом деле живу в городе Санкт-Петербурге, прекрасно себя там чувствую, работаю со студентами и веду тренинги различного рода по личностному росту, по актерскому мастерству, по ораторскому мастерству. Нет, для тех, кто просто не узнал, я хочу сказать, что Рустам у нас играл в команде КВН «Нефтегаз», которая ездила на Первый канал, выше Риги. Наденька тоже там пробежала со своими помидорами, ее все помнят, почему только по этому номеру, но это не важно. Нет, ну эти помидоры они уже не забываем. А да, я помню. Нет, может быть и меня тоже люди не помнят, потому что я не играл в КВН, я его танцевал. Тогда просто об овощном проблемах. Помидоры мы взяли, а так тоже, да? Нет, а про универсиаду расскажи? Да, универсиаду, друзья мои, в 2013 году в городе Казань, прекрасный исторический город, будет универсиада, да, будет универсиада спортивная, да, приглашаю всех, потому что я отвечаю за волонтеров. И он, да, мистер Казань, как бы лицо. 1973 год, да, мистер Казань? Да. А вы чем занимаетесь, Надя? Все жду, я наконец-то надеюсь, даже здесь услышит. Нет, ну, мы же от темы отходим, понимаете? Вот только у человека появилась вот там надежда, а вы тут нас раз и увели от темы, вообще совершенно. А я очень рада, чем вы занимаетесь, потому что вот тут Ирина Широкова пишет, Рагулина самая классная ведущая, с Вадеб особенно спасибо тебе. Ира, рожать пора уже, Ира. Сколько можно уже в интернете сидеть? Она пишет, а Рустик у меня был аниматором на смене в лагере Эллады, как давно это было? Слушайте, а давайте вопросы в Рустик и он покажет. Как это было? Нет, спасибо. Какая-то вожатская же танцы есть, я знаю, что вы обсуждали уже сегодня песни студенческие вот эти. Нет, на самом деле есть вернуться к теме студенчества. И чем вы сейчас занимаетесь надеждой? То я буквально совсем недавно, недавно вот из-под скамьи вышла студенческой, нет, у меня есть опыт не только, как говорится, роли студента, но и руководила я студентой, понимаешь? Да? Да, я, да, да. Я, да. Я, да. Мне сутро не сводить еще будет просто долго, я о чем говорю. Ой, в общем, и как бы студенты, я их посмотрела. Всех там на этой скамье. Нет, у меня есть опыт работы, допустим, в той же Академии Мировой Экономики Управления и Права, да, когда я уже сама не была студентом, а я как бы, то есть, как вот, говорит, вот мы были молоды, мы через призму молодости судили. Я была уже через призму другую судила и абсолютно такие же студенты. Прям вот точно такие же вообще смешные, веселятся, что-то придумывают, творят. Просто когда поддерживается атмосфера, они такие же творческие остаются. А если в некоторых вузах, допустим, люди ушли и после себя смену не оставили, то все. Ну вот скажите мне, Надежда, вы уже будучи взрослой женщиной в таком серьезном строгом костюме, иногда-то выходите, свадьбу ведете, праздники, корпоративы? Компрометирующий вопрос. Очень компрометирующий вопрос. В связи с последними событиями, ну, скажите. Да, после последних выборов, да. Приходите 24 декабря. Нет, конечно, ведем, конечно, ведем периодически все-все делаем, но это же к встрече не имеет отношения, понимаете? Я одному могу сказать, что студенчество дало свои плоды. Творчество, да, которое продолжается со временем нашего. Конечно. Такой вопрос у меня, всем задаю, кто кумир вашего студенческого времени? Все сказали, Надежда Драгулина сегодня говорили, да. Да. Даже было такое? Было такое? Ну, возможно. Так что, Наденька, вы кумир. Когда я учился... То есть, я как кумир, я могу, в принципе, отвечать, да? Наденька еще смогла ответить. Потому что назвать Аленку, вот она его свою одногруппницу. Ну, как бы она тогда, что для нас не была кумиром, она для телевизии не была кумиром, а для нас-то она была вот. Ну, для меня, если брать студенчество еще в 90-х годах, в 99-х, в 2000-х, то... Не, ну ладно. Юлик Гусман. Не-не, это, конечно же, STEM-зеркало медицинской академии, STEM-отдыхай, прекрасный Тобольский пединститут. Это вот те звезды, на которых я равнялся в то время, когда только-только пришел в студенчество. Да, кстати, где Наташа из зеркала? А, мне кажется, в городе Чумени прекрасно себя чувствует. Да, да, да. А у меня, вот, вы знаете, я так долго думала, идеальный образ студента, знаете кто? Вы сейчас не поверите. Это Роман Мамонтов. Ну, сейчас я не знаю, его, может быть, уже люди забыли и не знают, потому что он редко появляется на экранах теперь, да? Потому что он уже руководит, уже большие торсы занимают, у него уже далеко идущие проекты, он уже собирается, я понимаю, Америку покорять. Вот, ну, это так. Так просто спалили нечаянно парни. Вот, и это прям для меня идеальный, вообще, идеальный студент, который, я не знаю, где он берет энергию, я до сих пор не понимаю, что он употреблял, вот, или он вообще ничего не употреблял, но человек, который успевал работать на телевидении, на радио, в газете писать, при этом еще учился на красный диплом, успел жениться, сделать ребенка и ночами репетировал со студентами разные студенческие мероприятия. Это гениально. Вася, да почему у тебя не здесь-то салюта где-то там? Потому что Вася, по-моему, где-то не в России находится, вот, насколько я знаю. Вася вообще далеко тут находится сейчас. В Бафике. Ну, да. По-моему, да. Николай Падерин передает также, Надя, вам привет. Так он Падерин. Падерин? Господи, я... Коля, ты Падерин, наконец-то спросила. Так можно же было меня исправить, написали бы, исправили, Коля, что ж ты стесняешься там. Вот, и спрашивает он, Наденька, какой самый смешной случай студенческой жизни? Что то, что спросить у КВН-чика? Это твоя любимая шутка, да. Самый твой любимый образ, как ты вела? Ты что-то навекаешь, что ли? Ой, да столько образов, я фотографии смотрю, думаю, вообще-то... Вообще, да? Зайчики, это не в цирке был один, а так вот. Это другой. Это вообще другая передача. Это была моя украдительница эти просто. Самый яркий. Вот я недавно, кстати, вспоминала, если вот сообъединить такое и курьезное, и яркое. У меня был образ кондуктора, был такой у меня образ, да. И я надела, у меня были дедушкины такие трико, серьезные очень, знаете, с такими резинками, здесь вот внизу. Вот, синий, такие вот синие, и вот с белой полосой здесь. Я специально для образа кондуктора вот одевала такие трико, и уже конец номера близится, я по залу ходила вдога. И вот мне уже уходить, я понимаю, что трико спадывает, прям вот спадывает и безвозвратно. Вот как-то был такой случай у меня, но я подтянулась и вышла еще на бис. У меня прям сердце заходится, понимаете, потому что... А, ты видел этот значенький? Нет, нет, нет. По поводу одного случая Полина Карабчикова спрашивает. А кто это? Один раз Александр Сазонов рассказывал, как на одном мероприятии в Пионере вы не смогли выговорить имя и фамилию. У кого-то начали смеяться, что там было за имя? Ну вот этот, не помню что ли, Абдрахман Харзиматович. Это было, вы знаете, много таких было мероприятий, когда мы просто залились смехом за кулисами и просто вот так микрофон сказали, объявляйте себе еще номер там подряд. Я сегодня вспомнил случай, как вы с тобой подскользнулись, то есть я подскользнулся, тебе говорил, а ты не помнишь, ладно. Прости, да. Да, да. Нет, много таких было случаев, когда, допустим, идет какой-то концерт, сначала отчетный концерт, который идет полтора часа, люди выступают, потом начинается концерт, значит, конкурс «Оранжевое лето», мы ищем «Оранжевое лето», собираем какие-то нотки, это вот детские утренники веселые бывают, собираем нотки, это еще полтора часа, то есть уже три часа люди себя в зале не выходя, и, значит, потом у нас идет еще концерт, приходят друзья Дворца Пионеров, еще полтора часа они поздравляют Дворец Пионеров с «Оранжевым летом», и вот это вот, значит, четыре с половиной часа длится, и мы выходим и говорим, ну что ж, вот и подошел к концу конкурс «Оранжевое лето», и сейчас для всех подарок. А какой самый лучший подарок, внимание, самый лучший подарок, это концерт, это концерт, подарок, и еще полтора часа, но после этого я уже не могла, если мы уже ушли, и второй ведущий, как-то объявлял, я не знаю, может быть, запоминающаяся в студенческой весне, или какой-то вот студенческой такой мероприятии. Премьера 99-го, 2000-го, 2001-го года. Вот, кстати, вот, подожди, если говорить насчет сравнивать студенчества, премьера была другая, но есть такая театральная смена премьера, куда съезжаются с разных регионов люди, и неделю с ними занимаются педагоги, там, по актерскому мастерству, по режиссуре, по пластике, по хореографии, и итогом становится какой-то несколько спектаклей, которые трупы делают. Вот, правда, вот здесь вот можно сравнить по годам, что почему-то раньше народ был более трудолюбивый, более такой активный, безумный на идеи, сейчас как-то студенты хотят, чтобы кто-то пришел, вот, все для них придумал, а они вот раз и такие сыграли. Играют хорошо, не споря, но вот что-то такое, вот, то ли им не передали, али этого не хватает. Желание организовывать, творить. Это как бы вот там, вот в тот огород прилетел сейчас такой маленький булыжник. Огород молчит, спасибо. Нельзя, может, булыжник просто метко прилетел. Я, да, я чуть-чуть выключилась. Тут есть вопросы, кстати, от онлайнеров. Вот Николай Падерин, наконец-то я, не знаю, как произносится эта фамилия, спрашивает, Наденька, а что сложнее, вести КВН или сидеть в жюри? Для меня сидеть в жюри, мне кажется, сложнее. Да. Была вот на финале, ты скажешь? Вот, а ты когда ведешь... Нет, на финале, ты же не был. Когда ведешь, ты тоже не позвали. Нет, позвали, я же... Ну, да, понятно. Я даже вот про мое ТВ-то вспомнилась случайно. Светофор просто загорелся на трассе красный, и я думаю, что-то я забыла, мое ТВ, вот, ты приехал. А так, нет, судить, конечно, сложнее, но как? Я не знаю, я же смеюсь, веселюсь, мне кажется, всем хорошо. Но у вас не хватает, Надежда, в качестве ведущей, областного КВНа? На Тюменской области. Ну, я не знаю, может быть, так и есть, я не знаю. А ведь, кто сейчас ведет? Сейчас ребята ведут себя как горворчане, хороший в смысле союз командировок. Просто другое поколение, да. Ну, другое, конечно. У вас есть, да, еще один вопрос Дунай Петров спрашивает. Вы когда в КВН играли коньячок перед игрой пили? Провокационный вопросик, да? Нет, честно говоря, что я в высшей лиге на первом канале не пью сейчас, да. Но никогда не говорил в микрофон на первом канале, но всегда танцевал. Но сто процентов всегда пил коньячок, чтобы не волноваться. А я нет. Она не пища. Вот вся команда, знаете, иногда бывает, ну, для разогрева связок. А я же не пела тогда еще. А ведь связки есть и у танцоров, друзья мои. Это я сейчас уже, знаете, попиваю. А тогда я еще ничего. А может, мы попробуем Надику, что вы нас сделаете? Ну, это только если я буду петь, а Рустем покажет аниматорский союз. Вот и отлично, да, я думаю, нужно попросить, да. Вот видите, вот в чем разница тех студентов и сейчас, видите? Раньше тогда почему веселее были? Мы были не за рулем. А, кстати, да. А что мешает оставить машину и поехать на такси? Пам-пам. А это кто? Нет, машина, сейчас все, ребята. Вот Оля Димитриева спрашивает, Рустем, ваше жизненное кредо, здравствуйте. Вот так вот. Это вопрос-вопрос. Ваше жизненное кредо, здравствуйте? Да, здравствуйте. А жизненное кредо? Серьезные вопросы пошли. Ну, ты что-нибудь только говорил, помнишь? А, вы в твоем из Тобольской приехали? Нет, мы когда пересеклись на трассе просто. Я из Питера когда ехал. А жизненное кредо очень простое. Я всегда думал, что так просто. Дарить любовь и радость всем окружающим меня людям. Запиши. Сейчас запишу свое кредо. Нет, на самом деле так и есть. Любовь и радость, друзья, будете дарить, все будет хорошо у вас. Ну вот, в общем-то, да. Резюмируем. Резюмируем. Я не могу, я просто таю. Я так Наденьку давно не видел. На самом деле очень сильно соскучился. И вопросы просто все сразу же улетают из головы. Самое главное, ты не забудь про нашу фразу. Потому что я знаю, что у нас... Вы торопитесь, насколько... А у меня вопрос, вы встречаетесь? Ну просто как бы, чтобы быстренько слухом обладить. Сразу усилили сказать нет. Нет. Блин. Просто, насколько нам сказали перед началом эфира, что вам нужно 35 минут уходить. Нет, неправильно. Да, нам свяжены часы и понимаю, что мы уже 4 минуты ехать. Поэтому, Дима, надо сказать, что выберите, пожалуйста, камеру. У нас, кстати, сегодня был в гостях Василий Синяков. О, Дима, Азарт. Пирожкова к нам приезжала. Дима заговаривает сейчас вас. Мы опять всех пропустили. Я пока вас заговариваю. Смотрите, как мы сделаем, по одному или вместе? Я думаю, вместе. Просто, допустим, я Надежда Рагулина, я Рустам Шарапов. Смотри моё ТВ, будь в сети хором. Это уже хором. Смотри моё ТВ, будь в сети. Ведь несложно запомнить. Наденька. Мы не такие тексты запоминали. Особенно я. Смотри моё ТВ, будь в сети. Да, смотри моё ТВ, будь в сети. Давай сначала по очереди. Я Рустам Шарапов. А какую камеру? Вот в этом. Говори несложно будет. Я Рустам Шарапов. Я Надежда Рагулина. Смотри моё ТВ, будь в сети. Моё ТВ. Моё ТВ ежедневно с шести до десяти вечера.